всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life как вы видите у меня за спиной стоит елка у меня за спиной висят носки для писем с пожеланиями и предложениями так сказать деду морозу в общем новый год идет по стране мы к нему уже полностью готовимся поздравляю вас с наступающими праздниками с безысходно наступающими с катастрофически быстро наступающими желаю вам всего самого хорошего как бы это не новогоднее поздравление но просто настроение праздничное и хочется чтоб праздник был у всех вот а у нас сегодня будет опять магазин на диване или как я говорю на круглом столе потому что или как маринка сказала на овальном столе потому что я сегодня был в центах центок был один вот дети учатся в школе маришка готовилась у нее сегодня там выступления доклад и прочие дела в колледже в общем как это сказать а презентация вот это называется презентация поэтому я один сгонял в магазин в центре там надо было кое-что купить ну и собственно сейчас мы все это с вами посмотрим значит вот что к нам пришло из центов сегодня сейчас мы это будем разбирать вы это все видите на столе ну сначала вот такой вот прекрасный мэндэмс нам его принес дед мороз как кто нам принес кто нам это принес санта и к покажу что он еще один он играет вот такую классную рождественскую музыку дед мороз его принес сегодня поставил под нам и выдает конфеты в подарочек они насыпаются сюда и нужно кушать мэндэмсики вот такое новогоднее отступление мне очень нравится песенка так все мэндэмс уходит и начинаем разбирать значит посмотрим что можно купить что можно купить в центах на 30 центов хотел сказать на 30 долларов грубо говоря давайте вам сейчас это быстренько перечислю а потом посмотрим значит вот такие вот консерв очки фруктовые по доллару и на батар ореховое масло доллар авокадо по доллару яблоки по 99 центов за за паунд так пепси двухлитровая доллар пасты которые вы видите по доллару сухой корм как мы его называем доллар танжеринчики доллар 99 за ту сетку фисташки доллар фисташки писташки вижу писташки говорю фисташки в общем у меня поняли все правильно доллар 99 виноград по 99 за паунд и картошка 299 за 227 ну в общем собственно давайте с картофана начнем и я его уберу на место смотреть тут нечего картошка как картошка из айдаха два килограмма 270 грамм сколько стоит сказал nutrition факт ну позвонил телефон и прервал нам связь так у нас был влог на канале кто не видел может посмотреть там называется мошенничество по моему с сссн номером или что-то такое в общем опять позвонили и сказали что подозрительная активность вашими сссн номерами и бла-бла-бла и в общем сейчас будете разговаривать с офицером ну в общем в том влоге мы рассказывали что в этом случае делать и как с этим бороться делать ничего не надо бороться не надо это просто мошенничество не обращайте на это внимание но каждый делает выводы свои если вы вдруг с таким столкнетесь в общем слушайте внимательно что там говорят если сомневаетесь сходите в администрацию если нет то просто игнорируйте вот возвращаемся к картофану nutrition факт ну не знаю в беларуси то мы никогда их не читали и не видели потому что картошку в таких мешках не покупали вот а здесь можно почитать и как приготовить можно прочитать для тех кто не знает ну все собственно с ней все понятно ничего на нету картошка как картошка убираем переходим к нашим консерв очкам так значит это у нас что это у нас резаные персики так как-то сделать чтоб не отсвечивал посмотрим что у нас там по калорийности так по ингредиентам особых значков я никаких не вижу вес 425 грамм обязательно проверяем срок годности для тех кто сомневается что в центах можно купить хорошее здесь вот написано что сентябрь двадцать второго года так персики и у нас еще есть вот такой вот микс фруктовые такой же вес у него калорийность более калорийные что ли да чуть-чуть 10 калорий разница так по витаминозу там можете посмотреть что у них есть чего нету так и и и и и и и и и ингредиенты упс тоже значков никаких нет и смотрим срок годности опять же сентябрь 22 года так и еще одна баночка это у нас любят дети и я значит тут у нас пятьсот десять грамм такая вот ореховая паста nutrition fact упс ингредиенты упс чего там в банке кроме пасты здесь можно посмотреть ну и собственно все особых значков на ней никаких я не вижу так по сроку годности вот тут маленькие циферки август двадцатого года так что все годное все не просроченное все можно употреблять в пищу значит вот эту вот ореховую пасту люблю я и дети маришка печет такие вафельки не знаю показывали не показывали как-нибудь покажем дети любят мазать сашка их кушает с сиропом кленовым вот а вот эти вот фруктовый микс и персики мы с маришкой иногда добавляем в творог иногда мед иногда изюм иногда вот такого хочется иногда сырые фрукты вот то есть когда как под настроение чтобы одной тоже не кушать а как-то иногда что-то миксовать иногда вот такие штуки покупаем ну идем дальше что-то у нас замечательные вот такие вот фисташки искал на них срок годности нигде не нашел значит что у нас там по ингредиентам понятно что здесь фисташки калорийность 150 на порцию порцию они представляют себе пол чашки на 20 грамм без скорлупы так что там в них есть вы можете здесь посмотреть ну и в общем единственная надпись которую я нашел это вот это вот что-то пробито не понимаю что это такое о ингредиенты даже есть вот так вот морская соль и фисташки в общем ничего не нашел цена хорошая просто замечательная поэтому вот такой вот пакетик тоже я затарил так бананы с лимонами это просто они у нас тут стоят мы их кушаем и в чай добавляем из центов пришел авокадо так как то вот свет его показать вот этот вот авокадо у меня влог наверное про авокадо выйдет может раньше может позже этого не знаю подписчица арина спрашивала у меня про авокадо как мы его кушаем с чем чего готовим вот я там рассказывал как его выбирать правильно вот этот вот в общем вот так вот он такой зеленовато-коричневый вот он готов к употреблению на него нажимаешь он такой немножко приминается и возвращается назад он не остается на нем вмятин это значит хорошо вот а второй он с одной стороны вот такой буроватый а с этой стороны видите он еще такой вообще зеленый он твердый твердый он даже не сжимается поэтому его мы положим с яблоками чтобы он доходил можно с бананами ложить рядом а этот уже завтра послезавтра пойдет по половинке в салат так ну что еще приобрели вот такие вот яблочки вернее я приобрел 99 центов за паунд дети у нас их очень любят кушать нормальные красненькие тут на них есть какая-то вот такая вот наклеечка ну это в общем-то штрих-код для сканирования не знаю там мы с него ничего считать не можем вот как бы хорошие яблоки они не просроченные ничего как они могут быть просроченные жесткие твердые иногда на них бывает такая жесткая кожура что мы ее даже просто чистим и не кушаем вот так идем дальше дальше у нас любимая еда Катарины в общем у нас в семье такое больше всего кушает Катарина Марина ну и я люблю только если сладкие кислые не люблю в общем это это не мандарины Катарина Катарина мандарина Катарина любит больше мандарины а это у нас а нет вот тут написано калифорния мандарины все прекрасно наш продукт а на ящиках было написано что там мандарина танжерина короче какой-то типа как смесь так что здесь идет везде мандарины везде все красиво ну в общем вот такие вот они не толстокожие толстокожие точно толстокожие точно бывают сладкие я их очень люблю эти тонкокожие ну надеюсь будут сладкие посмотрим вот ложу их тоже с яблоками с авокадо пускай доходят и набирают друг в друга сладости и сока смотрим чего там дальше приторобанилось дальше у нас вот такой вот замечательный виноград просто прекрасный красненький красненький прекрасненький 99 центов за паунд хорошие виноградики виноград мы все любим дети правда любят больше зеленый но Катарина и Антошка уже переучены на красный ну как переучены просто сегодня скажем так зеленого не было очень хотелось винограда но взял красный купил вот поэтому они будут его кушать им уже без разницы скажем зеленый или красный Сашка еще так немножко кривляется упирается но какие блюбери эту как голубику мы ему тоже по 10 виноградинок даем говорим это надо съесть он так кривится морщится съедает вот и так что я думаю что в следующий раз там будет зеленый красный я думаю он уже постепенно привыкнет и ему тоже будет без разницы пишите как ваши дети кушают какой виноград не кушают и есть ли у них разница между красным и зеленым потому что вот у нас до недавнего времени дети кушали только зеленый и они красный вообще никак не воспринимали следующим номером нашей программы сухой корм я его уже коробку распечатал чтобы посмотрите чтобы мне удобнее было а то я как бы один и одной рукой вот давайте сразу вот вижу срок по сроку октябрь двадцатого года так что здесь у нас четыреста девяносто грамм особых таких каких-то спецзначков я не вижу но вот содержание вы можете вот здесь вот прочитать 120 калорий на чашечку самые основные ингредиенты которые он содержит 6 грамм сахара на эту чашку придется так вот они нутришин факты поехали 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 с орехами даже есть там всякие сбалансированные витамины вот и ингредиенты ну это у нас этим увлекается антошка сашка а сашка иногда тоже отборнилась пардон сейчас я вот так вот обнимаю а сашка у нас именно это увлекается ну так иногда может в охотце погрызть Катарина у нас такое вообще не есть ну в общем вот такое вот грызло какой то хлопушками мы такой ни разу не покупали попробуем написано из цельных зерен может быть будет понравится будем брать потому что что одно и то же все время есть надо иногда что-то менять что-то новое пробовать вот поэтому я смотрю какие-то новые пачки появились взял за цепью так ну и что у нас осталось пепси вкус победы и немножко зубной пасты давайте смотреть пепси я думаю у всех одинаковая и состав я думаю у нее везде одинаковый будет котел кока-колы все запатентовано но тем не менее давайте вот нутришн факт и ингредиенты 150 калорий на порцию на 12 ос это получается у нас на большой стакан двухлитровая бутылка кстати что у нас по сроку годности очень интересно знать тут я не вижу нигде обычно на бутылке бывает сверху написан не видно сейчас я пойду короче крутил вертел бутылку нигде не нашел срок годности ну не знаю конечно напиток тоже бывает просроченный но я думаю что он не успевает здесь просрачиваться слово такое интересное вот ну короче не знаю что сказать срока годности на нем не видно как я сказал это маришка берет в колледж потому что у них там будет пати у них сейчас заканчивается семестр они будут накрывать поляну без спиртного с напитками с закусками и с прочими всякими штуками вот ну и все остается у нас зубная паста ну зубную пасту вы увидите буквально через мгновение как камера перевернется а я в это время еще успею сгонять за детьми в школу потому что уже 2.56 в 3.01 в Антошке звонок поэтому я погнал с правой подлежит я Субтитры сделал DimaTorzok